Каждый год Анапа принимает все больше гостей. В 2016 году в пик сезона на курорте находилось до 450 тысяч человек в сутки. Инженерные сети, городское хозяйство, пляжи испытывают колоссальную нагрузку. На восстановление нужны огромные средства. Повысить доходы территории за счет курортного сбора. Проработать этот вопрос правительству поручил президент России Владимир Путин. Но пока федеральные власти не дали четкую картину, как начислять и администрировать новый платеж. Вера Севрюкова высказывает мнение, курортный сбор надо начислять на человека. Человек приезжает в город, пожалуйста, есть аэропорт, железнодорожный вокзал, есть остановки, где ты въехал в город, пожалуйста, платите. С одной стороны, предложение верное. Из общего числа гостей, в прошлом году это почти 5 миллионов человек, 50% приходится на туристов, не охваченных организованным отдыхом. Они едут на личных автомобилях, пользуются железнодорожным и авиатранспортом. Но как администрировать такой платеж? Могут возникнуть трудности. Не отдых, а командировка, не гости, а родственники. Нюансов масса. Нет справедливости и в том случае, если вести курортный сбор на койко-место. Получается, что крупные налогоплательщики, санатории и пансионаты будут платить. А нелегальные гостиницы на землях ИЖС и сотни незарегистрированных предпринимателей опять уйдут в тень. Путевку взяли сейчас люди, да, и все почти звонят. Когда будет решено по курортному сбору? Бухгалтер говорит, мы уже за эти взяли с них, да, налоги оплатили. И если мы сейчас сами будем платить 150 рублей в день, 10 дней, 1500, 4 человека, 60. Посчитайте сколько. Считает где-то, ну, миллиона 4. Я отсюда буду платить. А я же уже налог заплатил. Теперь получается двойное налогообложение. Курортный сбор должен стать инструментом для вывода из тени незарегистрированных предпринимателей в сфере туристических услуг, уверен глава Анапы. Мы постоянно выявляем средства размещения, вот даже крупные. Я, к примеру, в начале того сезона на Ленинградской нашел сам гостиницу, потому что люди из-за того бы зашли. Я говорю, вы куда идете? Проверяем ИЖС. Проверяем два кубика воды. А у него 100 человек единовременно и бассейн огромнейший во дворе. Прекрасно. И он не будет платить, понимаете? А тех, кто законопослушный, мы их опять будем ошкуривать. Ну, о чем я и говорю. Как он не будет платить, когда, значит, надо на него подавать в суд? Надо сказать, когда мы введем судебную практику, вы понимаете? Привлекать судебных приставов, отключать воду по решению суда. Ну, это можно проконтролировать, а это невозможно. Да подождите. Ну, здесь есть рациональное зерно. Мы же должны к этому приходить, даже на примере курортного сбора. Представитель высшего законодательного органа власти в России поддерживает эту позицию и предлагает механизм для реализации предложения. Надо создавать комиссию. Налоговая служба, участковый, финодел наш. Участники важного разговора едины во мнении. Проект пока сырой и требует тщательной проработки. И речь не в сумме, а в правильном механизме, который будет эффективным и полезным для всех. Для бюджета, для предпринимательского сообщества, для санаторно-курортной сферы в целом.